Я считаю, что картина как понятие совершенно исчезла с наших выставок. Единственное, кто пишет картины, вот молодые художники, созданные мной, Российская Академия Живой Всево-Изотчества. Теперь не пишут картин, не пишут симфоний, не пишут романов, а все эти вот, ниже пояса шуточки и прочее. Мне хотелось показать самое страшное, роковое событие в истории России, о котором даже сам товарищ Сталин сказал, раскулачиваемое нам далось гораздо труднее, чем Октябрьский переворот. Это он сказал и немецкому журналисту. 30 миллионов крестьян России фактически было обречено на смерть. С тех пор Россия стала покупать хлеб, по-моему, до сегодня. Сейчас стоят пустые деревни. Это явление можно обозначить одним твердым словом. Геноцид. Происходил геноцид русского народа и других народов, входящих когда-то в Великую Российскую империю, которая в шесть раз превышала римскую. И вот я эту картину задумал на первом курсе, но мои товарищи сказали, знаешь, если ты ее напишешь, тебя поставят в лагерь. И я зато готовился и делал все вот эти пейзажи, то есть эти персонажи на Волге, под Лугой, под Угличем, где бы я ни был. Потому что сейчас уже и лиц таких нет. Если вы посмотрите это. И это мне рассказывали колхозники, как они стали называться, как происходило, как и война эта страшная, когда тот же Сталин сказал, почему победила. Америка дала финансы, Англия, время, Россия дала кровь. Бесчисленные миллионы русских солдат и солдат других народов, входящих в СССР, как переименовали Русскую империю большевики. И результат это вот эта, та яма демографическая, в которой мы оказались. Из нее надо выползать. Для этого нужны усилия. И поменьше думать о космосе и о прочей чепухе. Надо подумать о земле и о нашем народе. И мне хотелось вот эту страшную страницу изобразить, потому что я помню эти лица, как сейчас снимают фильмы о войне. Иногда смешно смотреть. С гитарами идут, мальчики клевые. Ужас. Я видел этих людей, сохранил о них память. Я выполнил свой долг. А как я это сделал? Это вам судить, моим молодым ученикам, друзьям. И для меня самая большая радость будет встреча 3-го числа, 3 часа дня, с моим зрителем, который вам скажет, что они думают об этой картине.